Всем привет, друзья! Вы, наверное, думали, что Дима умеет покупать только восстановленные айфоны с Алиэкспресс и все время покупает только айфоны, айфоны, там, разные модели, но нет. Дима еще и Самсунги может заказывать восстановленные. И вот, сегодня ко мне приехал Самсунг легендарный, юбилейный, S10, вот такой вот Самсунг, вот такой вот коробочке. Это Galaxy S10 2019 года выпуска. Ему уже три года, после него выходил S20, S21, S22, то есть это уже, можно сказать, такой раритетный Самсунг. Три года ему исполнилось, но при этом им еще можно пользоваться, вполне реально. Продавец мне положил вот такие вот гидрогелевые пленки, за что ему большое спасибо, это в подарок. Так, вот такая вот гидрогелевая пленка на экран, она здесь одна, я думал их здесь несколько, она здесь одна, ну ладно, хотя бы одна уже хорошо. И также мне продавец положил вот такой вот силиконовый кейс, чехол самый простенький, дешевенький, но тоже ему спасибо, что прислал мне это все в подарок. Итак, коробка, посмотрите, она как будто из магазина, она даже с пломбой. На самом деле это, как я понимаю, ну восстановленный Самсунг, но здесь пломба есть, то есть все имитирует так, что вы как будто реально купили новый Самсунг сейчас, хотя их уже не производят. Здесь вот пломба. Итак, сколько же стоит такая модель сейчас? Итак, ребята, у этого телефона просто какое-то невероятное количество доступных расцветок. Я когда выбирал цвет, я прям долго думал, какой же мне цвет все-таки выбрать. Здесь целых, ну посмотрите, вот смотрите, вот короче он стоит сколько? 17500, это сейчас его цена, это нормальная цена, если сравнивать с айфонами 19-го года выпуска, это айфон в то время вышел у нас 11-й, айфон 11-й будет дороже сейчас стоить около там 27-28, а здесь 17, то есть на десятку меньше, чем аналогичный айфон того же года выпуска. Так вот, сколько здесь цветов? Смотрите, здесь есть белый 8128, есть черный, а кстати айфон еще будет на 64 гига, здесь уже 128. Белый, черный, зеленый, розовый, потом какой еще? Красный, зеленый, ну короче я взял красный, я взял красный вот, потому что мне показалось, что красный самый будет прикольно смотреться. И вот поэтому здесь циферки S10 красного цвета, да. У меня короче красный S10, это не S10E, не S10+, это S10, это средний, то есть в линейке он был средним. У меня есть S10E, я его еще не продал, он у меня еще есть дома, он маленький, но этот должен быть еще лучше, у него больше аккумулятор, больше экран, короче все, вскрываем. Открываю вот эту пломбу, все красиво упаковано, коробка такая как оригинальная, может это кстати оригинал, на самом деле коробка, может это не копия, но сделано все очень качественно. Так, здесь у нас документики, я не буду их доставать, потому что там просто бумажонки. Сам телефон, в комплекте идет зарядка китайская, нужен будет переходник, дальше с ними в комплекте шел вот такой переходник, это с USB Type-C на USB-A, ну это типа как это, флешку подключить, еще что-то. То есть комплектация здесь вообще богатая, обширная. Наушники AKG проводные и кабель USB Type-C, то есть комплектация вообще богатая, вообще богатая комплектация, реально. Ну и сам телефончик, вот он, ух ты какой красивый красный цвет, Samsung Galaxy S10. Так, а как ее отлепить-то? Опа, с этой стороны отлепляем. Это, короче, супер красный цвет, такой глубокий, красивый красный цвет. Это стеклянная задняя крышка, камера здесь еще, посмотрите, по горизонтали идет. Сейчас у всех по вертикали, здесь по горизонтали. Ой, блин, это вообще такой топовый телефончик в свое время был. Он стоил там около 70 тысяч, по-моему, когда я покупал. Вот S10 был около 70 тысяч, сейчас его можно уже за 17 купить. Представляете, как подешевел за три года. Вот, но не новый, конечно, а восстановленный. Galaxy S10 внизу. Блин, да он сейчас даже топово смотрится по сравнению с современными Samsung, по сравнению с современными телефонами. Даже сейчас вот этот внешний вид вообще классно смотрится. Такой простой, минималистичный. Так, спереди тоже убираем. Он еще немножко закруглен. У него еще экран небольшие закругления имеет, как на моем OnePlus 10. Внизу разъем для зарядки Type-C, разъем для наушников. Это, кстати, последний Samsung с разъемом для наушников. Дальше Samsung пошли без него. Антенны без поддержки 5G, с поддержкой 4G и 3G. Справа кнопка питания, вверху SIM-лоток, микрофон. Слева еще одна кнопка зачем-то. Это что за кнопка, интересно? А, это, по-моему, дополнительная кнопка. Там какой-то помощник вызывается у них. И регулировка громкости слева. Задняя крышка стеклянная, камера. Камера здесь с изменяемой апертурой. То есть у него она защелкивается, расщелкивается. Сейчас покажу, если получится. Ну и вот такой вот красивый красный цвет. Просто обалденный. Включаю телефон. Итак, ну комплект поставки нам понятен. Samsung S10. Здесь экран AMOLED уже. Пакетик можно выбросить. Пленочку тоже. Вот, ребята, восстановленный Samsung. Не только айфоны восстановленные, но и в Samsung можно взять восстановленные. Причем разные модели. Там есть как супер дешевые, какие-нибудь древние. Там S5, S6. Так и более современные. Там, например, вот S10, да, какой-нибудь S9 еще можно до сих пор брать. Но они еще актуальны по своему железу, по своим прошивкам. Такие вот не сильно старые еще можно взять в Samsung. Made in. Где написано? Ну-ка, сейчас посмотрим сборочку. Там внизу должно быть написано, где... Так, Made in. Блин, я не знаю, видно тут или нет. Или нифига не видно. Я хочу посмотреть, где он собран. Тут должна быть сборка написана. Так, ну-ка, сейчас попробую прочитать. Made in Vietnam. Manufactured in Vietnam. Вот здесь вот. Manufactured in Vietnam. Короче, сделан во Вьетнаме. Итак, смотрим, подходит ли он для российского рынка. Смотрим, есть ли русский язык, а русского языка, походу, нет. А в чем причина? Я не понял. А как я буду пользоваться? Меня что, обманули? Обманули дурачка на четыре кулачка, что ли? Я не понял. А что, English? Что за прошивка такая странная? Только English есть. Espanol, Italiano, Franzese, Dage. Какие-то китайские, корейские. Ну ладно, давайте пока на English и стартанем. Может быть, потом как-то прошивку обновим. Пока на English и стартанем, ничего страшного. Так, Wi-Fi сейчас подключимся. Блин, смотрите, какая непривычно здоровая здесь дырка под фронталку. Просто нереально какая-то здоровая. Походу, еще кривовато стоит. Реально, я вижу, что кривовато она влево выпирает немножко. То есть, немножко кривовато поставили, что ли. Просто какая-то нереально здоровая. По сравнению с современными флагманами. Но рамки зато маленькие. Ну, кстати, ребят, посмотрите, какой он малыш по сравнению с моим X Pro. Ну, X Pro по форме примерно повторяет S10. Потому что он тоже такой закругленный. Они похожи между собой. И вот как сзади они смотрятся. Но S10 вообще малюсенький по сравнению с моим X Pro. Сейчас, конечно, за это время телефоны стали еще больше. Ну вот. Камеры стали намного больше. Ну, и потяжелее он, конечно же. Так, сейчас попытка зарегистрировать сканер. Здесь сканер в экране, поэтому с ним нужно быть осторожным. Это вещь такая дорогая, да. И главное, чтобы он работал. Потому что если он не работает, то цена телефона сразу понижается на несколько десятков процентов. Если вдруг что-то со сканером. Что без сканера современный телефон это вообще фигня. Итак, вроде как регистрируется. Ну, проверим. Да ладно, давай ты, давай регистрируй. Что-то медленно все делается. Так, по сравнению с другими современными телефонами. Ну, вот вроде потихонечку, помаленечку. Сто процентов. Another fingerprint. Еще добавить? Ну, давайте еще добавим. На всякий случай вот с этой руки. Тоже еще один отпечаток сейчас добавим. Посмотрите, какой дикий шим виден на экране. Амолед-экран. Дикие полоски проходят. Ну, это шим называется, да. Может быть, сейчас мы DC Dimming врубим. Вообще, на какой прошивке он, интересно, на каком андроиде сейчас работает. Все-таки телефон уже все равно не новый. Все равно не новый. В магазинах уже не найти. Так, все. Это я добавил. Это я скипну. Это я игры. Так, это я потом. Самсунговские приложения, если надо, поставлю. You are all set up. Окей, финиш. Финиш. Все. Смотрите, в чем я заметил небольшую оплошность, небольшой баг и небольшой минус у этого телефона. Торчит лоток. Почему он так торчит, я не знаю. Я пытался его туда задвинуть, он не задвигается. Но так не должно же быть с завода. Почему-то он туда неплотно садится. Не знаю почему. Торчит немножко лоток. Ладно, давайте попробуем его открыть. Так, вот он, сим-лоток. Ух ты, а сим-лоток здесь комбинированный, что ли? Да, комбинированный. Две сим-карты, раз сим-карта, два сим-карта. Хотя, не, подождите. Это, походу, одна сим-карта и одна microSD. Да, сим-карта даже не вставляется. Да, походу, здесь вот как. Одна сим-карта, одна флешка. Все. Вторую сим-карту никак. И вот он до конца все, он не вставляется. Его можно хоть сколько вдавливать, но все равно он потом оттопыривается чуть-чуть, как будто кнопка эта. А он должен быть заподлицо. Ну ладно, сделано так сделано. Проверяем сканер. Сканер работает. Пленки на экране никакой нет, защитной. Экран чистый, голый. Так, сканер работает. С этой руки работает. Ну-ка, с этой руки. Опа, тоже работает со второго раза. Итак, по настройкам. Никаких предустановленных приложений нет, только все самое необходимое от Samsung, от Google. Заходим в настройки. About Phone. Status Information. И... Так, где здесь версию? Software. О, двенашка уже стоит. Нифига. Уже обновили до двенашки. Да, вибромоторчик здесь немножко такой противный после моего 10 Pro. Такой прям дешевенький. Дешевенький, дешевенький моторчик. Vibro. Мощный, но дешевенький все равно. 12. Android 12 и One UI 4.1. Ну, по сути, это топовый софт. Это реально топовый софт на данный момент. Актуальный. Почему нельзя выставить российский язык? Меня вот это интересует. Add Language. Русского языка нет. Прикиньте. Ребята, а как его скачать? All Language. А, во, All Language. Надо было нажать. Все. Он, видимо, самые популярные выдал языки, да? Вот. И среди них не было. Во, 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 во. Сейчас я найду. Во. Во. Что? Keep current set as default. Все. Походу, да? Все. Ну-ка. Да. Все, ребят. Вот как надо было переключить. Короче, я побоялся, что русского нет. Просто там надо было выбрать все языки. И уже среди всех найти русский язык. Но почему-то здесь вот почему-то все равно не русский. Смотрите, здесь все по-русски на рабочем столе. В менюшке все по-русски. А в настройках все не по-русски. Может его перезагрузить надо или что? Я не понимаю, что ему надо. Хотя здесь вот темы по-русски. Короче, какой-то русский перевод странный. Реально не могу понять. Какой-то полуперевод. Полуперевод. Ну, давайте перезагрузим, попробуем. Рестарт. Может, применятся настройки после перезагрузки только. Перезагрузил. Короче, еще смотрите тут как. Язык я поставил русский. Английский удалил. Но он пишет, что не все приложения поддерживают почему-то русский язык. То есть, не везде есть перевод. Например, вот здесь половину на русском, половину на английском в этом менюшке. Короче, телефон не полностью русифицирован. Вот что. Клавиатура только на английском. Что нужно сделать? Управление языками ввода. Английский включен. И нужно еще сейчас найти русский язык, добавить его. У вас будет клавиатура на двух языках, чтобы вы смогли писать смски. Так, здесь куча-куча-куча-куча-куча языков. Так, давайте я просто через поиск лучше это все сделаю. Вот, русский. И его нужно загрузить. Он сейчас загрузится, установится. Так, все. Готово, да? Все, у меня сейчас клавиатура русская и английская. Готово. Так. Так, а можно их как-то местами поменять, нет? Изменить порядок, да? Вот, вот так хочу. Чтобы у меня первоначально на русском клавиатура запускалась, и при смене я мог на английский переключиться. Так, ну клавиатура меня больше не интересует. Это самсунговская клавиатура, ее можно заменить гугловской, я ее все равно заменю потом. Вот, но телефон полностью на русском не стал работать. То есть, менюшка вся на английском, рабочий стол на русском, здесь какие-то значки на русском, какие-то на английском. То есть, это получилась некая такая смесь все равно. Полностью почему-то здесь не русифицирован телефон. Что за прошивка такая, непонятно. Software Update. Сейчас попробуем скачать новую прошивку. Идет соединение с сервером. Найдет ли он новую прошивку или нет? Нет. Пишут, что у меня установлена самая последняя актуальная версия. Уровень безопасности от 1 апреля. Старенький уровень безопасности. Может, это какая-то кастомная прошивка от продавца. Фиг его знает. С этим надо еще будет пока разобраться. Но пока вот первый минус я выявил. Это то, что нет русского языка полноценного. То есть, здесь как бы перевод наполовину. И это не очень хорошо. Так, разблокировка по лицу. Я добавил уже свое лицо. Смотрите, как работает. Нажимаю кнопку питания. Смотрю на экран. Он меня узнает. Разблокируется сразу. Вот эта вот кнопка. Она отвечает за Bixby. Я уже забыл, что у них был такой помощник, да? Bixby. Нажимаем. Активируется эта система Bixby. Она бестолковая. Никто ей особо не пользовался. Ну, как бы, не знаю. Может, кто-то и пользовался. Но я не пользовался. Не пользовался. Поэтому я ее и... Видите, она даже недоступна в моей стране. То есть, да. Я помню, такая тема, что она вроде в России не работала. Это Bixby. И поэтому для нас она была абсолютно вообще... И все время кто-то, я помню, жаловался, что нажимает эту кнопку. Случайно этот Bixby высовывается. То есть, эту кнопку потом убрали у Samsung. После S10 ее больше не было. Этой кнопки. Так что, ребята, это все, конечно, приятно. Но вот русского языка нет. Ну, ладно. Окей. По яркости можно включить-выключить адаптивную регулировку. Включить темную тему. Комфорт для глаз включить. Цветопередачу поменять. Разрешение можно снизить, кстати, либо повысить. Здесь разрешение очень большое. Можно повысить разрешение. Сколько секунд или минут будет жить экран до выключения. Шима здесь, как я понимаю, отключения шима нет. Частота обновления 60 Гц. 60 Гц, да. Экранчик, кстати, неплохой. Довольно яркий такой. Мне нравится. Качество экрана прям вообще хорошее. И диагональ хорошая. Мне нравится. Он не маленький, не большой. То есть, самое то. По размеру самое то. Сейчас даже. Здесь, кстати, спереди, ребята, используется Gorilla Glass 6 поколение. Но я не уверен в его оригинальности. Может быть, это уже менее на экран. И, возможно, здесь обычное какое-нибудь китайское стекло. Обычное. Но вообще здесь с завода стояло Gorilla Glass 6. Это довольно дорогое покрытие и надежное. Сзади на одно поколение слабее. Это Gorilla Glass 5. Чуть подешевле. Но сзади у нас тоже используется стекло Gorilla Glass 5. Вот эта вот рамка. Это алюминий. Алюминиевая рамка. То есть, премиальные материалы корпуса. Дальше. Здесь есть IP68 защита от воды. Это тоже очень приятно. Но сейчас, так как он восстановлен, я тоже не знаю, сохранилась ли она, не сохранилась. Возможно, после вскрытия этого телефона китайцы потеряли на этом телефоне влагозащиту. И лучше, конечно, не испытывать его. Также и с айфонами с восстановленными я делаю. Потому что они тоже все с завода имеют влагозащиту. Но мало ли знает, кто китайцы действительно ли эту влагозащиту восстанавливали после того, как телефон разбирали или нет. Так что фиг его знает. Лучше не проверять. Итак, по центральному процессору. Этот телефон поставлялся на разные рынки с разными процессорами. Для нас он поставлялся с процессором Exynos, как всегда. И сейчас это сохраняется с новыми Samsung. А здесь Exynos 908020 стоял для нашего рынка. Для других рынков, для американского и китайского, Snapdragon 855. И вот как раз у меня версия на Snapdragon 855. Та версия, которую у нас было не купить в стране. У нас был с Exynos. И версия со Snapdragon всегда лучше у Samsung. Но реально всегда лучше, как показывает практика. Версия на Snapdragon лучше, чем на Exynos. Вот. И здесь 855. По сути, это тот же самый 860, который сейчас еще до сих пор используется. И 855, если уж так говорить, то он сейчас тоже очень даже неплох. 7 нанометров, 8 ядер, одно. Значит, здесь какая компоновка? Здесь компоновка вот такая. Здесь 4 ядра А75, 4 А55. Вот. Максимальная частота 2,4. 2. Подождите. Нет. Это я что-то неправильно говорю. Это не то. Это не то. Одно ядро края 485 с частотой 2,84. Три ядра 2,42 края 485. И четыре слабых края 485. 1,78 ГГц. Короче, здесь 1 плюс 3 плюс 4. Как нынешние. Вот Snapdragon комплектуются. Такая и здесь компоновка. Очень такая современная. Adreno 640. Это видеоядро. Adreno 640. До сих пор очень мощное, кстати. Очень мощное. Реально. Сейчас многие даже за эти деньги телефоны просто проигрывают. За 17 тысяч, если вы возьмете телефон, он скорее всего проиграет этому Samsung по технологичности, по процессору. Если вы новый телефон возьмете сейчас за 17 тысяч. Вы за 17 тысяч сейчас какой-нибудь новый возьмете в магазине только Redmi 10C. Он будет стоить 15-16. Там будет 680-й Snap, который в 100 раз хуже, чем вот этот 855-й. Он лучше только по энергосбережению. Так, по мультитачу. Здесь 10 касаний, естественно. 10 касаний он распознает без проблем. NFC-модуль. На обычных S10 были NFC-шки. Я не знаю, как для вот этого. Это для какого он рынка предназначен. Но здесь тоже есть. Здесь тоже модуль NFC есть. То есть, можно будет платить бесконтактной оплатой. Значка NFC нет. Его надо искать где-то в дополнительной. Вот он. Вот он. Вот он. Его можно перенести сюда сразу. Вот он. Значок NFC. NFC-шка здесь есть. Это хорошо. Это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Дальше. Память. Давайте проверим также скорость памяти сейчас. Память здесь стандарт UFS 2.1. А вообще, изначально этот телефон поставлялся с Android 9. То есть, представляете, сколько раз его уже обновили. Он приехал, как бы вышел на Android 9. Потом его обновили до 10-ки. Потом до 11-го. И сейчас его до 12-го. По сути, он уже очень много обновлений получил. И, возможно, он уже 13-й Android не получит. А может, и получит. Тут уже все зависит от компании Samsung. Будут ли они его дальше тянуть или нет. Было три варианта по памяти у этого телефона. 6-128. Это тот вариант, который продавался у нас. Самый минимальный. 8-128, как у меня. Средний вариант. 8 гигов оператива. Это вообще хорошо. И был вариант самый королевский. 8-512. То есть, вот три варианта. А кум, кстати, здесь наверняка не родной. Потому что я замечаю, как он быстро реально тает. Когда я его получил, сколько там было? 60 с чем-то процентов. Сейчас уже 53. Ну, не прям сказать, что прям сильно-сильно быстро. Но все равно заметно. И при этом аккумулятор здесь не самый большой. Конечно, по современным меркам. Сейчас уже у каждого телефона там аккумулятор 5000. Здесь еще аккумулятор, знаете какой? 3400. 3400 мАч. Для такого телефона диагональ 6,1 дюйма. Это маловато в нынешних условиях. Ну, заряжать придется его, понятное дело, частенько. Частенько. Ну, если купить себе пауэрбанк или просто постоянно где-то находиться возле розетки, то это не проблема. Если уходишь из дома надолго, то это, конечно, будет не очень удобно. По сравнению с современными телефонами. Ну, раньше были такие аккумуляторы. Сейчас уже, конечно, это сложно воспринимать. Зато он легкий, зато он тонкий. У него толщина всего 7,8 мм. По нынешним меркам очень тонкий. Вес всего 157 грамм. Он реально очень легкий, очень маленький телефон. Так, скорость памяти 679 мегабайт в секунду на чтение. На запись совсем крошечная сумма. Всего 91 мегабайт в секунду. Очень плохо на запись. На чтение довольно хорошая скорость. Теперь давайте, конечно, тест на троттлинг. Старенький 855 снэп. Как он себя проявит? В современном тесте на троттлинг спустя 3 года после выхода телефона. Даже уже 3,5 года прошло после выхода этого телефона. Он вышел в феврале 19-го. Сейчас уже август 22-го. То есть, ну, как раз вот 3,5 года уже прошло после выхода этого телефона. Ну, что можно сказать? 15 минут подходит к концу. Браво! Браво Snapdragon 855. Браво Samsung. Реализовали хорошую систему охлаждения, видимо. Потому что, ну, вообще нет троттлинга практически. Посмотрите, ну, троттлинга нет вообще практически. Реально. Там 10, может, 5%. То есть, это очень неплохо по сравнению с современными флагманскими Snapdragon. Но телефон, да, он ощутимо горячий. Он ощутимо горячий, но, блин, троттлинга нет. Работает зато на всю катушку. Ну, а теперь, конечно, бенчмарк Antutu. Куда же без него? Посмотрим, сколько он убирает буалов. Так, заходим, нажимаем тестировать. И все, поехали. Ну, вот, собственно, результат примерно такой же, как у телефонов на Snapdragon 860. На том же Poco X3 Pro. 520 тысяч. Больше полумиллиона. В 2022 году телефон за 17 тысяч. Грев нагревается всего до 36 градусов. То есть, это реально был удачный процессор в свое время, 855. И сейчас он тоже удачный. Сейчас им тоже можно пользоваться. Ну, и, конечно, на таком телефоне можно с удовольствием поиграть в любую современную игрушку. Без вообще проблем. На самой высокой графике. Без торможений. Без фризов. Все плавно. Все четко. Все быстро идет. Как на современном игровом смартфоне прямо. Единственное, что здесь герцовка небольшая. 60 герц. Но это 60 герц, они постоянные. То есть, все очень плавно. Где кто? То есть, вот реально игра идет, как на современных флагманских смартфонах. Которые стоят там по 50, по 60 тысяч. Вообще никакой разницы не ощущается. А вы знали, что можно двери вот так ломать в PUBG? Вот так вот. А ты что хотел? Вот что я научился делать. Итак, по камерам. Смотрите, значит, здесь три задних камеры и одна камера фронтальная. То есть, всего у телефона 4 камеры. Вот эта камера, она со сменой диафрагмы. То есть, она как бы глазок свой открывает и закрывает в зависимости от освещения. Такое бывает. Да, это интересная такая особенность этого телефона. Например, вот сейчас, смотрите. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот видите, он становится меньше-больше. Вот так вот. Да, это особенность этого телефона и вообще всей линейки Galaxy S10. Основная камера здесь на 12 мегапикселей. Телефотокамера с двухкратным оптическим зумом на 12 мегапикселей, как и основная. И ширик на 16 мегапикселей. Фронталка на 10 мегапикселей. Телефон умеет снимать видео в 4K 60 FPS. На заднюю камеру очень хорошее качество записи видео. Я и сам до сих пор снимаю на Samsung Galaxy S10e. Он тоже снимает 4K 60 FPS. На фронтальную камеру у нас максимальное качество тоже 4K 60 FPS. То есть, он снимает потрясающе. И с фронталки, и с задней камеры. Это просто нереальный какой-то телефон для записи видео. Плюс к нему можно еще подцепить микрофон через 3,5 мм. И у вас получится такая неплохая видеокамера. Есть суперстабилизация, режим суперстабилизация. Есть оптическая стабилизация в главной камере здесь. Это тоже плюс. Оптический зум двухкратный. Двухкратный оптический зум без потери качества. И максимальный зум это 10x. То есть, даже сейчас этот телефон ценится по своей камере. Этот телефон очень круто фотографирует. Вот как выходит фотка с фронтальной камеры. 10 мегапикселей. Ну и задняя камера 12 мегапикселей. Тоже очень и очень неплоха по своему качеству. Здесь нет этих новомодных 48 и 50 мегапикселей. Но камеры здесь реально очень классные, очень четкие. Можно получить хорошие снимки. И особенно видеокамера. Она вообще потрясающая. Вообще классная. Есть ночной режим, кстати. Вот как выглядит фоточка в ночном режиме. Посмотрите, тоже все четко, красиво. За 17 тысяч. Один из лучших, наверное, сейчас камерафонов вообще. Который только можно найти. Также здесь есть поддержка беспроводной зарядки. Этот телефон ее поддерживает. Поддерживает реверсивную зарядку. Беспроводную. То есть, ты можешь положить сюда беспроводные наушники. Ой, беспроводные. Ну да, беспроводные Bluetooth наушники. С поддержкой беспроводной зарядки. И телефон будет заряжать беспроводные наушники. Просто по беспроводу. Ни одного кабеля не требуется. То есть, это очень навороченный телефон по функционалу, по технологиям даже для 2022 года. Также здесь рядом с камерой есть специальные датчики, которые мониторят уровень кислорода в крови. Которые мониторят уровень твоего сердцебиения. Это все работает через приложение Samsung Health. Все это можно скачать и пользоваться. То есть, вот видите, как на фитнес-браслетах. Здесь есть возле вспышки вот эти вот специальные датчики. По звучанию телефон стерео. У него один динамик внизу. Второй динамик вот этот разговорный. Из него тоже идет звук при прослушивании какого-то видеоконтента или аудиоконтента. Вот она максимальная громкость. Очень большая громкость. Ярко выражен эффект стерео. Вот так звучит верхний динамик. А вот так звучит нижний динамик. А вот так они звучат оба. Блин, звучание классное. Вообще бодрое, яркое, такое насыщенное, приятное, громкое, со стерео. Звучит офигенно. Ну и вот, например, через фирменное приложение Samsung Health я хочу измерить свой пульс. Нажимаю измерить, разрешить. Он говорит, что поставьте руку на датчик на задней панели. Пишет. Ой, нечаянно переключился. Ставлю палец на этот датчик. Все, пошло измерение. Я сижу тихо, не говорю. Бац, и у меня 79 ударов в минуту. Быстро считывает. То есть, очень такой точный датчик. Очень быстрый датчик. Можно сохранить. То есть, это реально такой телефон. И одно... Заодно это как бы фитнес-браслет. Фитнес такой... Можно измерить даже уровень стресса. Смотрите, я тоже помещаю руку на датчик. Сейчас он мне покажет уровень кислорода в крови, уровень пульса. И из-за этого, видимо, он мне как-то высчитает уровень стресса. Здесь уже измерение идет подольше. Видите, уровень кислорода показывает. То есть, это, блин, это офигенный телефон. Уровень кислорода умеет замерять. Сейчас в современных Samsung такого нету. Это почему-то убрали. Выпилили эту функцию. Хотя это очень полезная функция в нынешних-то условиях. Раз. Так, и что он мне показывает? Текущий уровень стресса низкий. Потому что у меня вроде как небольшой пульс. И уровень кислорода хороший. Поэтому стресс у меня он определил как низкий, зелененький. Вот, все замечательно. Можно сохранить также в приложении. В общем-то, ребят, если вы не боитесь рискнуть и потратить 17 тысяч, можно заказать вот такой интересный телефон. Это прикольный телефон. Сейчас его сложно найти уже в магазинах. Потому что, ну, его уже не производят. Уже это несколько поколений прошло после выхода этого телефона. Сейчас уже S22, S21, S20 FE, S21 FE, S22. А вот S10 их уже практически не осталось. Либо искать какой-то на вторичке, либо искать какой-то восстановленный. Вот, такие вот варианты. Но S10 реально классный даже сейчас. Я бы и сам себе взял его. Единственный минус это батарея. Батарея маленькая, 3400. Быстро разряжается. Быстро, реально. Ну, может быть, взять какой-нибудь S10+, там, да, можно было бы. У него батарея чуть побольше, но он и сам больше. Мне именно форм-фактор этого телефона очень заходит. Он такой компактный, но при этом красиво выглядит. Легенький. Но, блин, батарея маленькая. Что такое? О, разблокировался. В общем, вот такой вот S10. Так что Samsung тоже можно брать. Минус этого конкретно телефона то, что русский язык не везде. То есть прошивка на полупереведенная какая-то. Но, в принципе, если у вас нет проблем с английским, тут все можно и так интуитивно понять. Русскую клавиатуру настроить и все. Так что вот такой вот S10 с Алиэкспресса. Всем удачи и всем пока. Ссылка будет в описании. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok